всем привет сегодня поговорим о самой актуальной теме во все времена конечно же это денежки сейчас нет ничего удивительного все понимают и осознают что спорт это тоже про бизнес это тоже про финансы спортивное шоу приковывающее внимание букмекеров и конечно же фанатов которые готовы тратить любые суммы лишь бы им подавали зрелищ и так сегодня в выпуске топ-5 прибыльных поединков в истории бокса погнали перенесемся в 8 июня 2002 года именно в этот день состоялась поистине грандиозная битва титанов в ринге сошлись майк тайсон и ленокс льюис бой продлился 8 раундов и завершился победой льюиса в общей сложности доход от поединка составил 130 миллионов долларов это и pay-per-view просмотр и продажи билетов виновники торжества получили по 17 с половиной миллионов неплохая такая прибавка к зарплате 14 сентября 2013 года состоялся поединок между флойдом мэйвейзером и саулем альваресом бой собрал 157 миллионов долларов от все тех же просмотров продажи билетов и pay-per-view но так как многие любят смотреть в кошелек друг друга посмотрим сколько упало каждому из бойцов с учетом платных трансляций мэйвейзер получил от 41 с половиной до 80 миллионов а побежденные мальварес около 12 победу мэйвейзер одержал решением судей вернемся к майку тайсону а именно к его поединку против эвандера холифилда который состоялся 28 июня 1997 года и принес более чем 120 миллионов долларов продажи билетов платные просмотры и сам факт что это был реванш между топами своего времени каждый уважающий себя фанат бокса готов был бросить в копилку свои кровные чтобы насладиться этим противостоянием однако как говорили классики кена не будет бой продлился три раунда и завершился дисквалификации майка тайсона тем не менее за поединок он получил свои 30 миллионов а холифилд 33 миллиона продолжает наш рейтинг мистер деньги флойд мэйвейзер и кто бы мог подумать конор макгрегор только ленивый не посмотрел этот бой который прошел 26 августа 2017 года общий доход 540 миллионов копилка конора пополнилась на 85 миллионов а вот мэйвейзер унес 275 миллионов одолев макгрегора в десятом раунде и получил самый высокий гонорар за всю историю бокса да конечно человек явно умеет зарабатывать деньги хотя и все к чему прикасается ирландец конор макгрегор тоже превращается в деньги как говорится power in the money money in the power едем дальше выпуск прям можно назвать именем флойда мэйвейзера ибо следующий поединок также не обошел его стороной соперником стал небезызвестный оскар де ла хуя а общий доход поединка составил внушительные 155 миллионов зарплаты также набили и без того тугие кошельки спортсменов де ла хуя получил 52 миллиона вечно зеленых а мэйвейзер всего 25 несмотря на победу 2 зарплаты официальные как мы видим мир единоборств это не только красочные и приковывающие свое внимание поединке но и огромная финансовая машина которая будет работать вне зависимости от курса валют сегодня мы заглянули в кошельки спортсменов и теперь интересно услышать ваше мнение справедливы ли такие заоблачные цифры подписывайтесь на канал не забывайте про колокольчик и помните ничего нет невозможного пока пока а справедливо ли